Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Анапа-регион В сквере боевой славы Анапу состоялся митинг, посвященный Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Подробности в нашем следующем сюжете. Эти молодые ребята – почти ровесники тех, кто изображен на портретах у них в руках. С портретов смотрят молодые жизнерадостные лица – 24 анапчанина, которые погибли в ходе выполнения боевого задания в Чеченской Республике. Сегодня, 11 декабря, состоялся ввод войск в Чеченскую Народную Республику. И сегодня день памяти воинов-чеченцев, которые погибли, собственно, в первой и второй чеченской кампании. Здесь в Анапе состоялся митинг памяти тех героев, которые погибли. И сейчас мы дальше поедем. У нас есть в городе памятные доски, бюсты, установленные уже героев именно Чеченской войны. Первые лица города – матери погибших бойцов, сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные анапчанина. Сегодня все пришли почтить память героев, отдать дань памяти и уважение подвигу наших ребят. Для меня это, в первую очередь, память, самое главное. Второе – это основное патриотическое воспитание молодежи, чтобы молодежь знала. И действительно, сегодня было много сказано, что действительно Россия гордится своими героями. И это не просто так делается. Ну и встретиться с боевыми друзьями, увидеть матерей, у которых действительно глаза не высыхают от слез. Боевые товарищи тех, кто не вернулся из Чечни, сегодня вспоминают ушедших, призывая ни в коем случае не забывать их подвига. Во время войны воин умирает дважды. Первый раз – на поле боя. Второй раз – когда о нем начинают забывать. Второй раз – умирать намного страшнее. Память о погибшем должна жить. В рамках программы поддержки многодетных семей на курорте было выделено более 100 участков под строительство индивидуальных жилых домов. За счет средств краевого и местного бюджетов на выделенной земле вскоре появятся все необходимые коммуникации. Более 90 миллионов рублей выделено на подготовку 153 земельных участков, предназначенных для многодетных семей под жилищное строительство. В станице Гостогаевской и Ху-Триутаж работа идет полным ходом. Вода, газ, электричество к размежеванным участкам, комфортные дороги – все необходимое для удобства будущих владельцев закладывается и подводится уже сейчас. Протяженность дорог составит 1,5 километра на этом объекте. Газопровод порядка 2 километров 100 метров. И сети водопровода 1,6 километра. Акцентируется сейчас строительство дорог, поэтому в первую очередь выполнено устройство нижнего слоя основания щебеночного, чтобы до морозов успеть завершить данные виды работы. Окончание работы запланировано на весну и лето 2016 года. К этому времени, как уверяет заместитель начальника управления строительства Станислав Сидоркин, все запланированные работы будут выполнены. Для строительства жилья все будет готово. Контроль качества ведется согласно графику. Технодзор еженедельно выезжает по два раза в неделю на объект непосредственно, ставит замечания, рекомендации, если такое имеется. Ведется фото- и видеофиксация объекта. Больше ста многодетных семей в ближайшие годы решат для себя жилищные проблемы. На курорте продолжается работа по благоустройству. В скором времени изменит свой облик улица Терская. На Крымской обновят тротуарную плитку, а на улице Крылова начались работы по строительству пандуса. Совсем недавно привычные анапчанам и гостям курорта беседки на улице Терской между Лениной и Астраханской демонтированы. Вместо них в скором времени появятся новенькие, более удобные и красивые. Уже ведутся подготовительные работы для их установки. Залит бетонный фундамент. Анапа заняла третье место в Краснодарском крае по благоустройству. И вот эти беседки будут закуплены за счет вот этих выделенных средств. Оценивали по тем работам, которые уже были сделаны в городе, то есть их качество и внешний вид, грубо говоря, уровень повышения благоустройства. Сейчас установим новые беседки и потом продолжим даже также замену тротуарной плитки, ремонт установки бордюров, поребриков садовых и ремонт газонов, подсадка деревьев. К началу курортного сезона этот прогулочный бульвар будет не узнать. Совсем другой вид обрел и тротуар на пересечении улиц Крымской и Краснозеленых. Выбитую и отслужившую верой и правдой старую плитку заменят. Ее отправят в сельские округа курорта. Вместо старой уже появилась новая красивая и прочная плитка. На улице Крылова в районе дома номер 17 обустраивается остановочный павильон. Пандус, который был здесь построен изначально, оказался пригоден только для мам с колясками. Маломобильные жильцы дома, к сожалению, пользоваться им не могли. Потому обратились в администрацию курорта с просьбой учесть их потребности. Пандус переделают в соответствии со всеми ГОСТами и СНИПами. Будут выдержаны все уклоны. И ограждение будет сделано в месте, где у них будет разворотная площадка. С выездом на пешеходный переход на ту сторону улицы Крылова. И также по улице Крылова будут продолжены работы по устройству этих пандусов в соответствии с нормами. Объект серьезный, работа достаточно трудоемкая. Но к концу года сотрудники Римстроя обещают его завершить. И в продолжение темы. Сегодня молодежные активисты курорта совершили прогулку по улицам города. Она была целенаправленной. Изучали труднодоступные места для инвалидов. Сегодня мы проводим мониторинг состояния доступной среды в нашем городе. В частности, мы проверяем пересечение дорог, перекрестки, автобусные остановки, пешеходные тротуары, переходы и тому подобное. Никита Ванков – паралимпиец, многократный чемпион края и дайвер. Город он свой любит и лучше других знает, где необходимо сделать его наиболее доступным для людей с ограниченными возможностями. Наверное, основные сложности – это переезд перекрестков. Потому что на одном перекрестке есть доступная среда. Есть хороший пандус, с которого можно съехать. И, передя перекресток, просто упираешься в бордюр. В этом сложности. По всему городу большая сложность – это ливневка. Проблема заключается в том, что передние колеса, коляски попадают в ливневку и можно выводиться из инвалидного кресла. Результаты экспериментальной прогулки молодежь передает в городскую администрацию. Это совместная работа, намеченная на недавней встрече молодежи с главой города. Сергей Сергеев привитствовал инициативы молодых и надеется на их действенную помощь. Подведены итоги ежегодного конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Комиссия назвала имена победителей по 16 номинациям. Звание «Человек года» будет вручаться 24 декабря на торжестве в городском театре. Среди номинантов названа абсолютная победа городского футбольного клуба «Анапа». Без единого поражения наши футболисты прошли чемпионат края, став обладателями суперкубка и общественное признание в номинации «События года». Впервые в истории футбола в «Анапе» столько наград. Кубок Краснодарского края и кубок чемпионов по футболу. Абсолютная победа нашей команды принесла нам самую заветную награду – суперкубок. Все они выставлены в фойе администрации города. Награды переходящие, но мы желаем анапскому клубу сохранить лидерство. Болельщики с гордостью говорят о своих фаворитах. Брат то, что выиграли в этом году все титулы. Чемпион края, суперкубок, кубок края. Гоб Каладжан, главный тренер «Анапы», подобрал хороший коллектив. Поэтому, наверное, они прошли без поражений. Спасибо всем игрокам, которые давались на поле. Футбольный клуб «Анапа» вообще достойно выступать во второй лиге. И, я думаю, ниже седьмого места «Анапа» была бы даже в этом году по этому составу. Возрожденный по инициативе главы курорта Сергея Сергеева городской футбольный клуб уверенно вошел в историю анапского футбола. Свой вклад в победный для нашего города футбольный сезон внесли витязевцы – бронзочемпионата Краснодарского края команда «Понтас». А кубки до следующего года украсили новенький стенд в администрации города. Будем очень болеть за нашу команду, чтобы эти награды надолго прописались в «Анапе». Градская спартакиада для студентов завершилась соревнованиями по настольному теннису. Студенты «Анапы» выясняли, кто лучше всех обращается с ракеткой. Элина Степанян учится в медицинском колледже, а настольным теннисом занимается еще со школы, со второго класса. Ездила по соревнованиям, очень много и в разные города ездила. Хорошо так было. И победы были, и поражения. В основном победы. Студент Сочинского университета Александр Пришко занял лидирующие позиции самой первой игры. Удачи или мастерство? Первую игру я выиграл 3-2 по партиям. Соперник был достойный. У меня получилось его одолеть. Шансы довольно-таки неплохие, потому что, в принципе, все соперники сильные. Но я думаю, мы можем занять достойное место. В итоге соревнований среди вузов первое место заняла команда Шолоховского университета. Второе у студентов анапского филиала Кубгау. А третье досталось команде Сочинского университета. Среди среднеспециальных учебных заведений первыми стали студенты анапского колледжа сферы услуг. На втором месте команда сельхозтехникума. Третьими стали ребята из индустриального техникума. В будущем году предстоят новые старты. У ребят будет время на тренировки и подготовку к новым победам или реваншам. Жители из станицы Анапской приглашают на День здоровья. 12 декабря в станице пройдет очередной День здоровья. С 9 до 14 часов станичников ждут на прием узкие специалисты разных направлений. Будет проводиться антреплексное сканирование сонных артерий. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. А завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 12 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 7-8 градусов. Ночью до 7 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Воскресенье 13 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 4-7. Ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производства на предприятии «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!